Тогда англичане обратились к ЦРУ. Примерно за год ЦРУ сделало так, что всенародно любимого премьера свергла разъярённая толпа. Премьер Моссадек уважительно относился к Америке. Он обратился к ней за помощью, к президенту Трумэну. Но пришёл новый президент Эйзенхауэр, и британцы обратились к нему за поддержкой. Им удалось убедить Эйзенхауэра принять участие в устранении Моссадека. Это выглядело парадоксально. Моссадек, которого даже журнал «Тайм» назвал «Человеком года», свергнут народом, который ещё вчера был готов носить его на руках. Лишь через 30 лет станет известно, что это результат специальной операции ЦРУ. Разрешение на неё у президента Эйзенхауэра попросили два брата – госсекретарь Джон Фостер Даллес и директор ЦРУ Ален Даллес. То, что произошло в Тегеране в 1953-м, на самом деле это эпохальное событие. Это был не просто переворот. Впервые в своей истории правительство США и госдепартаменты ЦРУ пошли на организацию тайной операции по устранению неугодного им режима в независимом государстве. Этот опыт был первым, неуверенным, но тем не менее настолько удачным, что в дальнейшем он открыл дорогу для целой лавины подобных тайных операций. Впрочем, сама схема, которую придумал резидент ЦРУ в Тегеране Кермет Рузвельт, внук президента Тедди Рузвельта, останется неизменной. За полвека её жертвами станут десятки политических деятелей, в разное время решавших, что им больше не нужна опека Вашингтона. В этом смысле Тегеранская революция 1953-го – это бабушка всех нынешних цветных революций. Вот кадры хроники. Восторженная толпа свергает Масадека. Через считанные часы из-за границы прилетает Шах Пехлеви. Через месяц иранской нефтью распоряжаются американцы. Так появился рецепт. Пройдёт меньше года, прежде чем американцы применят его вновь. Это произойдёт в 1954-м в Гватемале, где президент Хакома Арбенц сделает немыслимое – национализирует банановые плантации, принадлежащие американской компании United Fruit. Арбенц тоже надеялся на понимание Вашингтона, и у него были причины. За его плечами был Гарвардский университет и годы жизни в Америке. Это не помогло. Несколько месяцев подрывной работы, и Арбенц составил компанию Масадеку. Те страны, которые решились отказаться от американского контроля или даже ограничить его, могут быть уверены в том, что США попытаются сместить их правительство. Как? Если в стране выборы, будут использованы выборы. Они попробуют вмешаться и используют все виды провокаций, чтобы на них победили партии, лояльные США. Другой способ – это проникновение в институты власти, правительство, партии, газеты и телевидение, студенческие организации, профсоюзы. Можно спровоцировать на вмешательство военных. Они всегда болезненно реагируют на хаос, поэтому надо создать хаос. Это всегда требует большего количества людей и денег. Это не так легко, как кажется, взять и сменить в чужой стране правительство. Нужны предпосылки. Например, нужен альянс с оппозицией. Если его нет – с недовольными военными. Так делалось в Бразилии, Греции или Турции. Но главное – вы должны найти недовольных в предпринимательских кругах. Людей, которые могут оказать поддержку. Самый последний пример – это, конечно, Венесуэла, где президента Чавеса свергли в результате путча. Он продолжался всего три дня, но был организован частным капиталом в сотрудничестве с военными. На следующий день администрация Буша признала новое правительство. Администрация, которая говорит о демократии, приветствовала военный путь против демократического правительства. При этом каждому ясно, что причина в венесуэльских запасах нефти. И в том, что Чавес избавился от американских компаний. Скорость и частота, с которыми совершались перевороты, просто поразительны. С середины прошлого века мир стал большим татами, где одна страна отрабатывает броски, подножки, удержания и болевые приемы. Бразилия в 60-х была независимой страной, которая начала отстаивать свои интересы. Нам понадобилось 3 года, чтобы привести к власти военную хуйбу. И вот в Бразилии в результате переворота к власти наконец-то пришло нормальное правительство. ЦРУ всегда занималась защитой американских деловых интересов за границей. Мы видели это в Чили, где социалист Элевадор Альенде был свергнут только после того, как он заговорил о национализации некоторых крупных компаний, принадлежавших США, в частности в медной и телекоммуникационных отраслях. И потом это повторялось в огромном количестве стран, особенно в государствах, богатых нефтью. Механизмы самые разные. В Гатемале они создали и вооружили, по сути, частную армию. В Иране они вывели толпу на улицы к правительственным зданиям. Они распространяют слухи, различную дезинформацию, чтобы вызвать панику. В Чили они просто устроили военный переворот, но он был хорошо подготовлен. В обществе создавалась напряженность, чтобы дать военным повод для вмешательства. ЦРУ спровоцировало экономический хаос, устроив перебои с продуктами и товарами первой необходимости. Точно так же с помощью экономического саботажа были свергнуты демократические правительства в Болгарии и Албании в 1990 году. Иногда это выглядело просто удивительно. Бывший агент ЦРУ, президент Панамы Мануэль Нарьего вдруг возомнил, что Панамский канал принадлежит Панаме. Мистер Нарьего – наркотический диктатор из Панамы. Мы хотим, чтобы он предстал перед правосудием. Мы хотим выкурить его оттуда и восстановить демократию в Панаме. Если посмотреть на карту, то на планете не так много мест, где США однажды кого-нибудь не свергли. И контроль над ресурсами всегда был главным мотивом. Иногда это заставляло ЦРУ вступать в непривычные альянсы, заключать соглашения с силами, которые однажды объявят Америку своим главным врагом. Запуск шаттла «Колумбия», как и борьба афганского народу против советской оккупации, олицетворяет стремление к свободе. Мы знаем о вашей глубокой вере, и мы уверены, победа будет за вами. Та земля на севере – ваша, и вы завоюете ее однажды. Этот опыт положил начало сотрудничеству между ЦРУ и исламским фундаментализмом. Без этого США вряд ли смогли бы объявить джихад СССР. Для одних это был способ разрушить Советский Союз, для других – возможность набрать силу, чтобы однажды обмануть империю, бросить Америке вызов. Но кто кого обманул? Кто кем в итоге манипулирует? Сегодня, когда СССР больше нет, а соратники президента Буша, неоконсерваторы, рассуждают о новой мировой войне против, как они говорят, исламского фашизма, самое лучшее отрезвляющее средство – это кадры кинохроники. Мы уйдем из Афганистана, вы только перестаньте поддерживать маджахедов. Но вы сначала уйдите, а потом сопротивления прекратятся. Ричард Перл сегодня на пенсии. Но именно он был советником Буша по обороне, когда принималось решение о вторжении в Ирак. Он и такие, как он, продолжают настаивать на бомбардировках Ирана, на размещении ракет в Европе, на организации цветных революций в Европе, в России, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. У них есть для этого все – опыт, сила и уверенность. Вы все знаете, что многие годы я выступаю за демократическую революцию в Иране. Мне возражают, мол, это невозможно. Да ладно вам. Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет. И что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату и диссидентов, и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась. Если уж мы таким способом смогли свалить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, этих людей по пальцам пересчитать можно было. Кто может сомневаться, что мы обрушим иранское правительство с таким же успехом? Большинство из нас здесь так или иначе участвовало в холодной войне. И вы знаете, я даже немного скучаю по СССР. Он был очень уязвим к тому, что мы так хорошо делали раньше, и к тому, что мы по-прежнему хорошо делаем сегодня. Конечно, мы должны поддерживать революции. Очень трудно найти революции, которые были бы возможны без поддержки извне. И бархатные революции прошли удачно только потому, что мы поддерживали их морально, политически, финансово. Как вы считаете, если к власти в какой-нибудь стране демократическим путем пришел политик, который провозгласил курс, не устраивающий США, может ли Вашингтон пойти на его устранение? Я считаю, что мы имеем право защищать себя всеми способами, включая смену режима в других государствах, если это необходимо, если есть такая угроза. Болтон говорит честно и открыто. Он бандит и не стесняется этого. Мы сверхдержавы, и мы сметем каждого, кто окажется у нас на пути. Что тут скрывать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может показаться, что все эти процессы происходят стихийно, что за ними нет стратегии, нет конечной цели, что борьба группировок в Вашингтоне качает маятник американской внешней политики то вниз, и тогда загорается Ближний Восток, то вверх, и тогда дымятся Балканы, Прибалтика или Средняя Азия. Но на самом деле, во всем этом хаосе есть логика, а в ней есть задачи второстепенные, есть важные, но есть одна, самая важная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У крушения СССР и Варшавского блока было много внутренних причин, но ЦРУ годами выращивало внутренние движения для подрыва соцблока. Нестабильность, которую они создали в 90-е годы, США использовали для окружения России военными базами, потому что они понимают, Россия это по-прежнему единственная страна, которая может уничтожить США. Конечная цель, об этом говорил еще британский ученый МакКиндер, в историческом, географическом, экономическом соревновании, главный приз в этой игре это Россия. И что бы ни утверждали США, Россия сегодня это цель номер один для американской политики. Ракеты в Европе нужны только для одного, получить стратегическое превосходство, возможность нанесения первого удара по России, единственной страны в мире, которая может стереть США с лица земли. Если бы СССР выиграл холодную войну и Мексика с Кубой, а также со странами Центральной Америки вдруг вошли в Варшавский договор, США восприняли бы это как нападение. Мистер Путин разрешил нам зайти в Среднюю Азию, чтобы мы могли доставлять оружие в Афганистан. Но теперь оказалось, что нам очень нужны эти военные базы. Но на самом деле у нас нет жизненных интересов в Средней Азии, за которые американцы готовы сражаться. Провоцировать Россию начала администрация Клинтона, а Буш продолжил. При Путине ситуация в России изменилась, и я чувствую, что в США и Европе растет озабоченность возрождением великой державы, у которой есть природные ресурсы. Я хочу сказать это русским. Не будьте наивными. ЦРУ – это инструмент, который уже используется против России, чтобы остановить ее. Поверите ли вы словам этого человека? Сочтете ли их пропагандой? По крайней мере, даже самому ЦРУ так и не удалось уличить своего бывшего сотрудника во лжи. Убить его тоже не смогли, хотя пытались много раз. Когда планировались американские планы и программы нападения Советского Союза, первое главное было уничтожение всего руководства страны, обезглавливание Советского Союза. Я полагаю так, что этот элемент не частичка, а элемент – это как составная часть всех американских подходов сохраняется по сей упору. Обезглавливание страны – это во всех геополитиях, и в немецкой, и в английской, и в американской особенности – он постоянно везде присутствовал. Если это удастся, и страна будет неуправляемой, она рассыпется. А раз она рассыпется, она станет легкой добычей. Вот на это ставится во многом. С каждым своим шагом империя становится все сильнее. Ее тяжелая поступь слышна повсюду – в Монголии, Боливии, Пекине и Киеве, Схенвале и Бейруде, в Косове или в Праге. Как и во времена других империй, народам и целым государствам предложен простой выбор – подчиниться или попробовать не подчиниться. Чего ждать в последнем случае, мы, кажется, сумели показать. У каждого государства есть болевые точки, нажав на которые, можно опустить это государство на колени. Из бедности и несправедливости вырастить уличный бунт и застаревших межнациональных конфликтов, погромы и жестокую резню. Можно стравить элиты – партии, кланы, бизнес-интересы, спецслужбы и военных. Можно посеять панику и страх, сделать так, чтобы простой человек в какой-то момент перестал понимать, что и почему происходит вокруг. Вернуть своей стране контроль над ее ресурсами – это половина дела. Важно отстоять его, ведь для большого пожара, как показывает история, всегда достаточно одной вовремя поднесенной спички.